Италия, государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья, входит в Евросоюз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны, граничит с Францией на северо-западе, со Швейцарией и Австрией, на севере и со Словенией, на северо-востоке, также имеет внутренние границы с Ватиканом и Сан-Марино, занимает Опеннинский полуостров, Балканский полуостров, Падонскую равнину, южные склоны Альп, острова Сицилия, Сардиния и ряд мелких островов. На территории Италии находится 155 памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, больше, чем в какой-либо другой стране мира, происхождение названия, происхождение слова Италия точно неизвестно, согласно наиболее распространенной точке зрения, термин пришел из Греции и означает «страна телят». Бык был символом народов, населявших юг Италии и часто изображался бодающим римскую волчицу. Изначально название Италия применялось только к той части территории, которую теперь занимает Южная Италия. История. Древний Рим к началу первого тысячелетия до Н.Э. Юг и центр Италии был заселен италийскими народами, одним из которых были латины. Латины образовали Латинский союз, включавший 30 цеветатов органами управления каждого из которых являлись народное собрание. Совет старейшин и вожди. По латинским легендам первоначально самым сильным цеветатом был Лавриент, затем усилилась Лавиния, потом Альба Лонга. В VI веке самым сильным цеветатом союза стал Рим. После Сомницких войн к 290 году Рим поставил в зависимость от себя все остальные италийские народы. Часть земель неримского населения провинции передавалась римлянам. Основывались римские поселения, колонии. Таким образом происходила романизация Италии. При римском императоре Диоклетиане в Италии было введено деление на провинции, во главе которых стояли президенты и консуляры. После падения Римской империи в 476 году королем Италии был провозглашен полководец Адакар. Рук по происхождению. Но в 493 году его владения были захвачены астготами, а сам он был убит. Среднее веко в 555 году Италия была отвоевана Византией. Вся территория Италии была разделена на герцогство во главе с герцогами, являвшимися формально подчиненными экзархоровены. В 572 году часть герцогств Италии были завоеваны лангобардами. За Византией остались римское герцогство, герцогство Неаполь, амалфитанского герцогства, герцогство Калабрии, герцогство Пентаполь, равенского экзархата и Венецианской республики, а также фема Сицилии и сардинские юдикаты. Однако и лангобардские и византийские герцоги все больше превращались в фактически независимых правителей. В 752 году в римском герцогстве Равенском экзархате и Пентаполе была установлена светская власть римских пап, что положило начало папской области. В 774 году Италия была завоевана франкским королевством. Лишь на юге сохранилось несколько лангобардских герцогств. В 800 году франкский король Карл I провозгласил себя новым римским императором. После смерти его правнука Карла III в Италии началась межда особица. В 951 году королем Италии был провозглашен германский король Атон I. Однако власть короля Италии стала номинальной. Вся территория севера Италии делилась на марки «Тосканскую», «Фриульскую», «Иврейскую», «Солоццо», «Манферрат», «Турин», «Милан». Марки управлялись марграфами, каждый из которых являлся фактически суверенным правителем. Однако уже в экс-сайт XII веке большинство марок распалось на коммуны, представлявшие собой аристократические города-государства. Тосканская марка полностью распалась, веронская марка была поглощена Венецией, туринская марка была присоединена к Совойе в 1091 году. Из прежних марок сохранились только «Солоццо» и «Манферрат», в некоторых тосканских коммунах периодически усиливались демократические элементы. В 1071 году нормандский дворянин Роберт Гвискар завоевал Апулю и Калабрию, в 1072 году Сицилию, в 1073 году Амальфи, в 1078 году Солерна, образовав герцогство Апулия и Калабрия и графство Сицилия, которые в 1130 году объединились в королевство Сицилия. В 1135 году под его власть перешло княжество Капуэ, в 1140 герцогство Гаэта, в 1144 году герцогство Неаполь. Одновременно усиливается и Папская область, в 1081 году к ней присоединяется герцогство Беневента, а в 1201 герцогство Сполита эпоха Возрождения. Началом эпохи Возрождения в Италии принято считать 1401 год, когда был проведен конкурс на выполнение рельефа дверей флорентийского баптистерия. Среди участников конкурса были архитектор Филиппо Бруниолески, который стал автором проекта купола Флорентийского собора, и скульптор Лоренцо Гиберти. Победителем конкурса стал мастер новой эпохи Гиберти. К 15 веку коммуны Тоскана были объединены вокруг Флоренции в великое герцогство Тосканской, Ломбардия была объединена вокруг Милана в герцогство Милан, Романия была объединена вокруг Феррары в феррарское герцогство. Все эти государства представляли собой монархии. В Венеции Генуи сохранились аристократические республики. В 16 веке на значительной части Италии закрепилось господство Испании. После войны за испанское наследство 1701-1714 господство австрийских Гоббсбургов. В 1797 году в Италию вошла французская армия. Были образованы Циспаданская республика, Транспаданская республика, Венецианская республика, Лигурийская республика, Пьемонтская республика, Римская республика, Неаполитанская республика. Все являлись олигархическими республиками. В том же 1797 году они объединились в Цизальпинскую республику, переименованную в 1802 в Итальянскую республику, которая в свою очередь в 1805 году была преобразована в Королевство Италии, королем которого стал император Франции Наполеон I. В 1814 году французская армия покинула Италию, были восстановлены герцогство Модена, герцогство Парма, королевство Неаполе Папская область были восстановлены еще в 1799 году, королевство Сардиния был возвращен Пьемонт, Эмилия Папской области, Ломбардия и Винета Австрии. Новое время борьбы за единую Италию руководили Карбонари, Молодая Италия и другие организации, ключевыми фигурами в которых были Джузеппе Гарибальди и Джузеппе Ромадзини. К концу 1860 территория Италии была в основном объединена вокруг Сардинского королевства. В 1865-1870 столицей была Флоренция. В 1870 году к итальянскому королевству был присоединен Рим, который и стал новой столицей XXI века. В 1914 году подписана Декларация Италии о нейтралитете в начавшейся мировой войне. В апреле 1915 года Италия подписывает соглашение со странами Антанта об участии в войне на их стороне. В мае того же года происходит объявление Италии войны Австро-Венгрии, затем Германии. Август 1917 в Италии происходит антивоенное восстание рабочих в Турине. В январе 1919 года происходит образование католической народной партии. В марте 1919 года возникает фашистское движение. В августе 1919 года в стране проводится избирательная реформа. Январь 1921 года ознаменован образованием Коммунистической партии Италии. В ноябре того же года происходит преобразование фашистских боевых союзов в партию. В 1922 году после похода чернорубашечников на Рим и вручения королю своих требований, к власти пришли фашисты, установившие диктатуру во главе с Бенитом Муссолини. 7 февраля 1924 года происходит установление дипломатических отношений между Италией и СССР. В 1929 году согласно Латеранскому договору Италии гарантирован суверенитет Ватикана. В 1935-1936 Италия захватила Эфиопию. В 1939 Албанию, заключив военный союз с нацистской Германией и Японией, Италия в 1940 вступила во Вторую мировую войну. В 1940 начались военные действия с участием Италии на Балканах. В 1941 году Италия принялась участие в гитлеровской агрессии против СССР. Вскоре терпит военное поражение Италии в Восточной Африке. Несмотря на то, что исторически Италии не был присущ антисемитизм, 1937 год, когда начала формироваться гитлеровская коалиция, принято считать точкой отчьёта Холокоста в Италии. 1941 ознаменован объявлением Италии, Германии и войны США. В 1943 году состоялась капитуляция Италии перед объединёнными нациями и создание в Риме Комитета национального освобождения с участием 6 антифашистских партий. В сентябре 1943 года происходит нацистская оккупация Северной и Центральной Италии. В июне 1944 освобождён Рим, создана единая партизанская партия. В том же году восстановлены полные дипломатические отношения с Советским Союзом. В декабре 1944 подписаны римские протоколы. В 1945 году действиями движения сопротивления англо-американских войск в Италии был свергнут фашистский режим Муссолини. К 21 веку в Италии не так сильно, как в Германии, осуждают мрачные страницы своей истории, связанные с фашизмом. Сохранились поклонники идеологии Муссолини. Некоторые продолжают чтить память Дучи, а на его родине в предоприя в 2016 году открыт Музей фашизма, профинансированный, помимо городских властей и спонсоров, также и правительством Италии. Данный мемориал вызвал неоднозначную реакцию в общество, несмотря на предоставленные гарантии, что музей не будет заниматься пропагандой фашистской идеологии. В 1946 году по итогам общенационального референдума Италия стала парламентской республикой. В ноябре 1947 года принята Конституция Итальянской Республики. Она официально вступила в силу 1 января 1948 года согласно действующей Конституции Италии. Она является правоприемницей Королевства Италии, устанавливается парламентское правление. Вместе с тем продолжается действие тех ранее принятых законов и прав собственности на недвижимость, которые не признаны утратившими силу. За период с 1948 по 2015 год изменения в Конституцию вносились более 15 раз. После Второй мировой войны на политической арене утвердилась Христианско-демократическая партия Италии, которая формировала правительство в 1945-1981 и в 1987-1992-1948 году проходят парламентские выборы, закрепившие до 1953 года установление политического доминирования ХДП. В июне 1948 года премьер де Гаспери подписывает в США соглашение о распространении на Италию плана Маршала. Март 1949 Присоединение Италии к НАТО В 1960 происходит активизация неофашизма и подъем массового антифашистского движения. 1969 год Жаркая осень Конец 1960-х Начало 1970-х В Италии ознаменовано наступление мэра и организованы преступности и политического экстремизма. Страну потрясли многочисленные террористические акты. Во многих городах регулярно происходили взрывы бомб, похищения и убийства политиков, бизнесменов, судей, полицейских и журналистов. В течение 1977 года в Италии совершено 2128 актов политического насилия. В 1978 году в Риме произошло преступление мирового масштаба, похищение и убийство террористами из красных бригад экс-премьер-министра, председателя христианской демократической партии Альдемора. В 1979 году в стране устроено 2150 терактов. В августе 1980 года произошел самый кровавый теракт за всю послевоенную историю Италии. Террористы взорвали вокзал в Болонии, в результате чего погибли 85 человек. Над Италией нависла угроза правой диктатуры, однако страна преодолела кризис конституционным путем. 1976-1979 Политика национальной солидарности В 1980 году состоялся приход к власти пятипартийной коалиции. В 1988 году по паритету покупательной способности Италия незначительно опережала СССР, входя по экономическим показателям в десятку самых развитых стран мира. Январь 1991 года ознаменован экс-экс-съездом ИКП и прекращением ее существования. 1991-1993 Переход от пропорциональной избирательной системы к мажоритарной операции «Чистые руки» и кризис традиционных правительственных партий. В 1993 году состоялось присоединение Италии к Маустрихтскому договору. Резкое усиление коррупции во всех звеньях власти привело к изменению избирательной системы. 4 августа 1993 года был одобрен новый закон о парламентских выборах. Послевоенная история Италии характеризуется частой сменой правительств. Начиная с 1994 года, Сильвио Берлускони четырежды становился премьер-министром Италии. Занимал этот пост с перерывами до ноября 2011 года. В 2007 году в Италии проведена масштабная реформа спецслужб. В настоящее время действует 63-е правительство Итальянской республики. Приступила к работе с 22 февраля 2014 года под причудательством Матео Ренце «Государственное устройство. Основы государственного строя. Италия. Унитарная республика парламентского типа. Основным законом государства является Конституция, принятая в 1947 году». Глава государства, президент Италии, исполнительную власть и правительство возглавляет председатель Совета министров Италии. В структуру правительства на февраль 2013 года входили следующие министерства. Министерство иностранных дел Здравоохранение, законодательная власть, двухпалатный парламент Италии, избираемый на 5 лет, Палата депутатов Италии, 630 членов, Сенат Италии, 315 членов, ведущие политические партии, левые демократы, демократический союз, итальянская народная партия, объединенные христианские демократы, народ свободы, Лига Севера, партия объединенных коалиций, правая и левая, политические партии, современная партийная система Италии, Согласно статье 49 Конституции Итальянской Республики, политическая партия – это свободное объединение граждан, реализующих свое право демократическим путем содействовать определению национальной политики. По результатам парламентских выборов 2013 года хотя бы в одной из палат итальянского парламента представлены 25 партий, в том числе региональные иммигрантки. Для современной Италии характерна развитая многопартийная система. Деятельность партий, участвующих в выборах, финансируется за счет налогов по выбору самих налогоплательщиков. Крупнейшие партии страны, не обладая абсолютным большинством в парламенте, вынуждены формировать коалиционные правительства с менее крупными партиями. Пропаганда фашизма и деятельность фашистских организаций запрещена законом. Крупнейшие партии, демократическая партия, левоцентристская, движение пяти звезд, популистская, вперед Италия, консервативная, левой экология, свобода итальянские левы, левосоциалистическая, новый правый центр, правоцентристская, гражданский выбор, либеральная, лига севера, правопопулистская, регионалистская, популяры за Италию, популяристская, правовая система, высшая судебная инстанция, высший касационный суд, суды и апелляционные инстанции, апелляционные суды. 26 апелляционных судов действуют в каждом из округов суды первой инстанции, суды и суды присяжных действуют в каждом районе. Ниша и звено судебной системы органы прокурорского надзора, Генеральная прокуратура при Верховном кассационном суде, Генеральная прокуратура при апелляционных судах, Прокуратура Республики при обычных судах, Высшая судебная инстанция административной юстиции, Государственный совет. Суды и апелляционные инстанции административной юстиции, областные административные суды, высший контрольный орган, щитная палата, органы по борьбе с мафией, национальное управление по борьбе с мафией при Генеральной прокуратуре Верховного Кассационного Суда, окружное управление по борьбе с мафией при Генеральных прокурорах апелляционных судов, отделение расследования по борьбе с мафией при отделе общественной безопасности Министерства внутренних дел и национальный прокурор по борьбе с мафией. Образовательную подготовку судей осуществляют школа специализации юридических профессий и высшая школа магистратуры, судебный орган конституционного контроля, конституционный суд, органы конституционного значения. Помимо конституционных органов, то есть президента, парламента, правительства, судебной системы и конституционного суда, конституция Италии предусматривает также систему органов конституционного значения. Национальный совет экономики и трудовых отношений, Государственный совет Итальянской республики, Щитная палата, Высший судебный совет, Верховный совет обороны Италии, Государственный комиссариат сицилийского региона, Государственная символика, Государственная символика Италии регламентируется конституцией и действующим законодательством. Флаг Италии представляет собой прямоугольное полотнище с пропорциями трех-двух, разделенное на три вертикальные полосы равного размера, зеленую у древкового края, белую в середине и красную у свободного края полотнища. Первый итальянский триколор появился 7 января 1797 года в Эмилее как флаг республики, провозглашенный Джузеппе Компаньони. Во время правления Наполеона флаг также использовался как символ французской революции. После Венского конгресса и реставрации триколор остался символом свободы и был использован в революционных движениях 1831 года и 1848 года. Государственным гербом Италии является белая пятиконечная звезда с красными краями, наложенная на зубчатое колесо с пяти спицами, стоящие между оливковой ветвью слева и дубовой справа. Зеленые ветви связаны вместе красной лентой с надписью «Итальянская республика» за главными белыми буквами. Официальная эмблема Итальянской республики была обнародована президентом Италии Энрико де Никола 5 мая 1948 года. И эскиз эмблемы был сделан художником Паоло Паскетто, который выиграл это право в конкурсах 1946 и 1947 годов среди 500 других кандидатов и почти 800 эскизов. Национальный гимн Италии, известный также как «Братья Италии» и «Песни итальянцев» является неофициальным гимном Итальянской республики с 12 октября 1946 года. 17 ноября 2005 года Сенат в первом чтении принял закон об официальном гимне, однако далее закон не прошел и гимн так и остался на неофициальном уровне. Текст гимна был написан осенью 1847 года Гоффрида Мамели, а музыка немного позже – композитором Никки Леновара. В 80-е годы XX века также широко был распространен отрывок из оперы Джузеппа Верды «Набукка», который исполнялся в качестве гимна. Государственные праздники 1 января, Новый год, 6 января, Эпифания Лебифана, Бога явления, Крещение Господне. 8 марта – Международный женский день не является обязательным праздником и является рабочим днем. 21 апреля – День основания Рима. 25 апреля – День освобождения от фашизма и немецкой оккупации. 1 мая – Праздник труда. 2 июня – День провозглашения Республики Италия. 15 августа – Феррагоста Успения Богородицы или Вознесения. 1 ноября – День всех святых. 2 ноября – День всех усопших верных. 8 декабря – Непорочное зачатие Девы Марии. 25 декабря – Рождество. 26 декабря – День святого Стефана.